Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы Кинофрэш. Мы рады вернуться с каникул и поговорить с вами о таких картинах, как «Временные трудности», «Счастье, здоровье» и, конечно же, о «Хищнике» Шейна Блэка. Так что, по традиции, всё самое интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. И в первой части нашей передачи я предлагаю вам всем вспомнить, кто же такие хищники. Хищники – раса смертельно опасных инопланетных охотников, которые ради спортивного интереса и древних традиций колесят по всей вселенной в поисках самых смертоносных экземпляров, с которыми можно будет сразиться и победить, и тем самым утвердиться в статусе самого злого зверя в космосе. Их снаряжение и оружие смертоносно, а внешний вид вы не спутаете ни с чьим другим. И, кстати, хищник – это самый, что ни на есть, киногерой в классическом понимании. Ведь его дебют состоялся не на страницах книг или комиксов, а в художественном фильме 1987 года под названием «Хищник». Картину снял Джон МакТирнан, который буквально через год подарит нам «Крепкого орешка». И хотя культовость Джона МакЛейна переплюнуть трудно, «Хищник» – это совершенно точно вторая лучшая работа режиссера. В ней есть все составляющие идеального боевика. Крутая команда во главе с Арнольдом Шварценеггером в самом расцвете сил, вполне конкретные аллюзии на войну во Вьетнаме и таинственный монстр-охотник из глубин космоса. При скромном бюджете в 15 миллионов долларов картина не только собрала приличную кассу, но и была номинирована на «Оскар» за лучшие спецэффекты. Это было и время. Хорошие были времена. Сиквел вышел на экраны спустя три года, и второй «Хищник» сменил ареал охоты с джунглей на Лос-Анджелес. Кресло режиссера занял вышедший из баек из склепа Стивен Хопкинс, а на место Арнольда Шварценеггера пришла звезда смертельного оружия Дэнни Гловер, которому предстояло проучить «Хищника» в городских условиях. Однако продолжение во всем уступало оригиналу в спецэффектах, диалогах, сборах и оценках зрителей. И только неожиданное появление черепа «Чужого» в финале давало надежду на интересное развитие франшизы. Слушай, мне плевать, кто он такой и кто в этом замешан. Тот, кто убил Дэнни, заплатит! Изначально «Чужие» и «Хищники» сразились на страницах комиксов и в видеоиграх, и только в 2004 году режиссер «Смертельной битвы» и «Обители зла» Пол Андерсон выпустил на экраны долгожданную картину «Чужой против хищника». Однако столь многообещающий кроссовер не оправдал даже самых скромных ожиданий. Слишком поздно! Оно внутри меня! Я тебя вытащу! Замкнутый сеттинг внутри темной пирамиды, не самые зрелищные схватки и, главное, полное отсутствие саспенса, присущего фильмам о каждом из монстров. Как результат, картина не окупилась в США и получила номинацию на «Золотую малину» за худший сиквел или ремейк. Если будем держаться вместе, выберемся. Если будем держаться вместе, выберемся. Выберемся. Однако, несмотря на столь прохладный прием, продюсеры решили сделать продолжение. «Чужие» против «Хищника» Реквием вышли под занавес 2007-го и окончательно превратили именитых монстров в персонажей фильма категории «Б». Но это было хотя бы весело. Зрелищные, пусть и дешево сделанные драки, тотальный апокалипсис и гибрид «Чужого и Хищника». Если бы этот фильм сняли сразу после оригинального «Хищника» в 80-е, то он совершенно точно стал бы культовым. Критики попросту растоптали картину, однако ей удалось выйти в плюс в мировом прокате и получить номинацию на премию канала MTV за лучшую драку. Кстати, на страницах комиксов «Хищник» сражался не только с «Чужим», но и с «Бэтменом», «Судьей Дреддом», «Тарзаном», «Терминатором» и даже охотился на Арчи и компанию в Ривердейле. И, кстати, если вы хотите посмотреть на «Бэтмена» против Джокера, против «Чужих», против «Хищников», то оцените отличную любительскую короткометражку «Бэтмен Тупик». А что касается компьютерных игр, то «Хищник» стал одним из специальных гостей в «Мортал Комбат Икс», где помимо персонажей смертельной битвы вы можете столкнуть его с Джейсоном или кожаным лицом. Однако в кино от подобных кроссоверов решили отказаться, и потому следующим фильмом вселенной стали «Хищники» от режиссера Нимра Даантала и продюсера Роберта Родригеса. На этот раз команда головорезов сама отправилась в космос, где их и поджидали зубастые охотники с дредами. И хотя «Хищники» оставались центральным аттракционом, экранная команда людей подобралась суперхаризматичная и интернациональная. Эдриан Броуди, Лоуренс Фишборн, Дэнни Треха, Олег Токтаров, Тофер Грейс и даже будущий обладатель «Оскара» Махершала Али. Я закончу то, что ты начал. Картина получилась брутальной и напряженной, пускай и не шедевр, но уж точно лучше неуплюжей идеологии про чужих и хищников. Фильм довольно неплохо приняли критики, и он не провалился в прокате, но и не стал хитом. И потому, как это бывало уже не раз, инопланетный охотник взял паузу в своих экранных битвах, но вновь возвращается в прокат уже на этой неделе. Есть разговор? Ну ясно, он опять что-то натворил. Еще раз толкнешь, ноги вырву. Режиссером новой главы во франшизе «Хищников» выступил культовый сценарист и иногда хороший режиссер Шейн Блэк. На его счету сценарий легендарного «Смертельного оружия», а также спорный «Железный человек-3» и отличные славные парни с Райаном Бослингом и Расселом Кроу. Кандидатура Блэка стала не случайной, ведь он играл радиста в том самом первом «Хищнике» с Арнольдом Шварценеггером, а также помогал в работе над сценарием, отвечая за фирменный диалоговый юмор. Главный герой, бывший Морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев. Хищники используют слабости жертвы. Выслеживают ее. Это как игра для них. И она им нравится. Это не хищник, это скорее охотник. Мы проголосовали. Хищник круче, да? Да! В экранную команду противников «Хищника» вошли Бойт Холбург из Логана, комик Киган Майкл Ки, а также красотка Оливия Манн, Альфи Аллен из «Игры престолов» и даже старина-каратель Томас Джейн. Премьера новой версии «Хищника» состоялась на кинофестивале в Торонто, где режиссер Шейн Блэк заявил, что все новое – это хорошо забытое старое и что он пытался воссоздать ту самую атмосферу хищника из джунглей. Критики во мнении разделились, однако все отмечают хорошие эффекты и фирменный юмор Блэка. Так что если вам по душе фантастические боевики, которые прибыли на экраны как будто из 90-х, то обязательно сходите в кино и навестите старину хищника. Он у нас охотник. И собачек прихватил. СИНИЙ ЗАЛ КИНОТЕАТР РОДИНА мы уже готовы обсудить главную премьеру недели «Хищник» Шейна Блэка. И в гостях у нас сегодня музыкант таких команд, как Postcard и Magic Five Вадим Низамов. Большой поклонник оригинальных монстров из 80-х, 90-х, различных маньяков и душегубов. Недаром он себе даже в Инстаграме выбрал псевдоним «Вадим Шагот». Видимо, чтобы те, кто надеются на возрождение великих древних, не теряли надежду. О, ***, да он маньячина похлещена! Ты большой поклонник «Хищника», ты говорил мне об этом. И вот, ну если считать от, не от Рождества Христова, а от первого фильма, от 87-го года, 30 лет без малого прошло, даже 31, и вот выходит «Хищник» от Шейна Блэка. Какие общие у тебя впечатления? Начнем с того, что я большой фанат «Хищника», как ты уже сказал. Родители мне показывали его в детстве, наряду с такими фильмами, как «Паркерского периода», «Чужой» и так далее. Да, я рос на таких фильмах. Рос в каком возрасте, там, во сколько? То есть пока я смотрел «Землю» до начала времен по динозаврикам? А я смотрел ее тоже. И у меня было очень разнообразное детство в плане фильмов, потому что «Южский парк» я посмотрел в 3 года, «Хищника» я посмотрел, ну, лет, наверное, в 6, «Терминатора» примерно в то же самое время. Я еще, ну, погоди, последние середа смотрел в это время. Которые в 90-х снимали? У меня был очень разнообразный, так скажем, видеосалон дома, потому что у меня были кассеты и Тома, и Джерри, и того же «Нечта», допустим. И я не видел в них, между ними, особой разницы. Потому что я смотрел и то, и другое, мне это все нравилось. Было очень классно смотреть то, и другое. Какая самая дичь из 90-х, может, какое-нибудь название, которое уже сейчас никто не помнит, попадалось тебе в детстве на кассете? Ой, мне... дарили очень много на празднике кассет именно страшным всяким. Про животных, убийц и так далее. Я это очень любил. Всякие там змеи, крокодилы. Помню, был фильм, назывался «Кровавый серфинг». Это про крокодила-людоеда. У него на киноповиске рейтинг, ну, может быть, 3 или 4. Я этого тогда не понимал. Я смотрел, ну, крокодил ест людей. Это прикольно, по-моему, было. Вот. И такого было очень много. Я постоянно смотрел, и мне нравилось. Ну, «Хищник» все-таки, ну, как бы, не являлся фильмом категории «Б», там, тем более, была большая звезда в лице. Ну, по крайней мере, старался. Арнольда Шварценеггера, да, хотя он был снят недорого. Ну, вторая часть уже категории «Б», да. Да. Мы не будем смотреть правде в глаза. Да. Но при том, при всем, статус культовый он обрел очень быстро и непринужденно. Но было за что. Да, сто процентов. Вот. И «Хищник» Шейна Блэка. Что ты скажешь о нем? Впечатления неоднозначные, потому что понятно, что пытались угодить фонатам в какой-то мере. Отсылки, общая атмосфера иногда пыталась соответствовать оригиналу. Но, учитывая, что это Шейн Блэк, а все мы знаем, что Шейн Блэк – это сценарист очень известный, и его амплуа – это комедии в основном. Ну, Бадди Муви. Бадди Муви, да. Такой очень узкий вот сегмент он себе выбрал. Поэтому этот «Хищник» отличается от оригинала достаточно сильно. Атмосферы липкого ужаса уже нет. Атмосферы липкого ужаса нет, потому что… Чем брал первый фильм? Это джунгли непонятное существо, которое не показывает свое лицо. Ты вглядываешься в этот лес и думаешь, где же он находится. Он по одному убивал персонажей, и это было интересно, это было захватывающе. Начало фильма вообще дико скомканное, потому что ощущение, что ты просто зашел на середину сеанса, потому что первые пять минут вообще непонятно, что происходит. Да, ну и подбитый звездолет, тут уже хищник, спецназовцы. Этот парень из «Логана» уже пристает к хищнику. Мало ему одного старика было, он еще инопланетного решил закошмарить. Ну да. В итоге юмор Шейна Блэка идет в фильм или не идет? Понятно, что создатели пытались привлечь новую аудиторию для этой франшизы, потому что эта франшиза, она не нова, и... То есть шутки про синдром Туретта, которые достаточно смешно здесь были, они привлекут новую аудиторию? Я бы рада, что если бы твоя мать была видеоигрой, у него был бы рейтинг 0+. Ну там профессиональный комик, собственно, озвучил все эти шутки, стандартчик. Нужно было привлекать новую аудиторию, и мне кажется, с помощью этих шуток это можно сделать. Вполне. Где моя печенька? То есть тебе в итоге понравилось, что тут могу шутать? Атмосферу оригинала это подпортило, но в целом шутки мне понравились, да. Мне кажется, это мог быть на самом деле любой рандомный фильм про какой-нибудь спецназ, про любую миссию. В любой франшизе там были бы прописаны те же шутки, и в промежутках мог появляться кто угодно. Хищник, Терминатор, Джейсон Бухис. Шейн Блэк снял Чужого. Так же было? Я категорически против. Я отношусь к Чужому очень трепетно и с большой любовью, и эту атмосферу шутками можно было бы очень сильно из-под Фигурни Уивер бы не очень. Ну, мы помним Чужой против Хищника 2, и там было нечто подобное, и это было отвратительно. Мы проголосовали, Хищник круче, да? Да! Перейдем, собственно, к центральным фигурам. Это вот этот отряд психов, как они себя называют. Самоубийство, психов. Ну, реально, отряд самоубийств. Вот это вот группа персонажей, среди которых, кстати, один из актеров «Игры престолов», собственно говоря, Альфи Аллен. Томас Джейн, который, знаете ли, с времен фильма «Мгла» и «Веганской полиции» в «Скотте Пилигриме» не так часто светится где-либо. Оливия Манн, ну, в общем, вот. Как тебе эти персонажи, и были ли у тебя среди них свои любимцы? Очень классно, что персонажи были прописаны хорошо, и они были достаточно оригинальны, сравнивая друг с другом. Потому что каждый запоминался отдельными своими какими-то фишками. Они не были безлихими. Это пошло у фильма на пользу, потому что ты за них переживал. Это очень важно в таких фильмах, потому что, если, слышали, ты не переживаешь за персонажей, он становится неинтересным. Взять, к примеру, «Пятнадцать-тринадцать». Тебе плевать на персонажей, их убивают. Я ни одного из них, ни из одной части не помню. Вот именно, да. Мне кажется, из них можно было типа «Команды А» слепить потом сериальчик какой-нибудь. Да. Отряд психов, военных, которые спасают мир там своими способами. Персонажи мне понравились, но чувствовалось иногда отсутствие мотивации в их действиях. Я иногда сидел и думал, зачем ты это делаешь? Ты же мог просто спокойно все это бросить и жить дальше. Но, учитывая, что они психи, в принципе, это было довольно логично. Команда полаумна? Вы чокнуты, да? Да! Мне много не понравилось, что изначальные идеологии хищников, их как бы, по сути, религия, охоты, то есть они проходили тем самым экзамен на мужество и так далее. И здесь это было опущено, и мотивация совершенно другая. И это все-таки вызывало у меня недоумение, честно говоря. Потому что, как бы, ну, вся вот эта вот атмосфера первых фильмов строилась именно на азарте этих монстров. А здесь этого нет, здесь у них просто четкие цели, которые совершенно отличны от первоначальных. И это шло вразрез с моими представлениями об Этнеррасе. Ну, в общем-то, поэтому у тебя смешанные ощущения от фильма и остались. Ну и завершая тему хищника, кому ты его посоветуешь посмотреть? Любителям боевиков, в принципе, фанатам оригинальных частей, потому что я фанат, и я не плевался, он не скучный. Это мой вердикт, однозначно. Любителям развлекательного кино, любителям блокбастеров. Не факт, что он понравится всем, далеко не факт, но сходить стоит определенно. Друзья, в общем, если вы соскучились по боевикам, которые пришли как будто из концов 80-х, начало 90-х, то «Хищник» — это хороший пример того самого кино. С юмором от Шейна Блэка, который тоже начинал примерно в то же время, с узнаваемым монстром, да, с другой атмосферой, да, сделанной с оглядкой на современные реалии, не такой зрелищной, как современные блокбастеры, но, безусловно, приятный фильм на один вечер, и, возможно, даже когда-нибудь, если вы его увидите повторно, захочется пересмотреть, потому что есть классные шутки, есть забавные персонажи, есть неплохой экшен. В общем, все это в миллион раз лучше, чем какой-нибудь Джейсон Стэдхэм против акулы. Поэтому, если вы большой фанат, у вас будут свои вопросы, а если вы просто ищете как бы отдохнуть на этих выходных, то «Хищник» вполне себе неплохое кино, опять же, повторюсь, с классным юмором. Пап, ты что делаешь? Ничего себе делаю, теперь все делаешь ты сам. Как договаривались? Ползи! На экранах России драма от Enjoy Movies «Временные трудности». Что с моим ребенком? Ну, такими рождаются два ребенка из тысячи. В такой ситуации от ребенка можно отказаться, это нормально и никто не осудит. У советского ударника труда Ковалева рождается сын-инвалид, в отношении которого отец сразу занимает жесткую позицию и муштрует ребенка упражнениями, надеясь, что он излечится. И юный Александр действительно вырастает сильным и закаленным, но вот отношения с отцом уже окончательно испорчены. Я ставлю вопрос о назначении кризисного управляющего. Вот моя кандидатура. Это твой родной отец. Это его проблема. Ты вырос. Компания Enjoy Movies, из-под станка которой вышли такие замечательные фильмы, как «Беременный тот еще Карлсон», после ухода великого и ужасного Сарика Андреасяна, не бросила кинопроизводство и даже продолжает выпускать новые релизы, один из которых «Временные трудности» вы можете увидеть уже на этой неделе. Я так понимаю, что вы приехали угробить мой завод? Ну, так я вам этого не позволю. Поздно. Чудес не бывает. Уверен. С этого дня ты будешь как все. Знаешь, я в жизни видела только один раз настоящую любовь. От меня не убежишь. Ты даже не представляешь, как мне было сложно. Я ему легко. Главные роли в ленте исполнили Риналь Мухаметов, Ивана Хлобыстин, Ирина Пегова и даже Ян Цапник. Но у руля проекта режиссер «Эластика» Михаил Расходников. Правда, считаешь, что он это заслужил? Ты не знаешь его. Мне кажется, я тебя не знаю. Это ты научил меня врать! Кое-что изменилось. В результате могут пострадать невинные люди. А не надо ее спасать. Временные трудности были в основном конкурсе кинотавра, Но никаких призов лента не получила. Критики картины тоже не оценили, И главные ее проблемы называют слабый сценарий, Который рассказывает историю прямо в лоб И пытается выжать слезы из зрителя, А в конце превращает ее в нелепый фарс. Впрочем, к актерской игре претензий тут нет, И в кинотеатры стоит идти хотя бы из-за нее. Временные трудности уже в кино. Сейчас у нас временные трудности. Но справлялись же. Счастья и здоровья! Счастья вам и здоровья! Спасибо. Счастья вам и здоровья! Счастья вам и здоровья! В лучших кинотеатрах России комедия «Счастье-здоровье»! В центре повествования три свадьбы – Татарская, Армянская и Русская, В которых все складывается не так, Как хотели невесты и женихи. Я, можно сказать, тебя на помойке нашел. Что? Сам ты из пышмы приперся, Из своего только рюкзак да шишак! Слушай, давай эту свадьбу здесь у нас, В Армении сыграем, а? Нет. Ну, пап, ресторан в Москве уже заказан. Не хотел тебя расстраивать, Но бабушке совсем плохо поиски дать они. Ай! Слышишь? Слышишь, как она стонет? Я прошу вашу руку и ваше сердце. Папа кто? Никто. Ну, а на чем ездишь? Эксплойер Тарина. Японский кроссовер. Тайваньский самокат. Понятно. Давненько в наш прокат не выходили комедии о свадьбах. Не успели мы отойти от Жора Крыжовникова и его Горько, Как нам уже предлагают новый продукт, Снятый сразу четырьмя режиссерами. Счастья, здоровья! Стоять! Чувствую, отсюда вы превысили допустимую норму алкоголя в крови. В главных ролях здесь Зоя Бербер, Марина Федункев, Камиль Ларин и даже Олег Верещагин. Смотри, скотина Новиков. Это не все, не то, что думаешь. Нет, это разве не ургия в сауне? Сюрприз! Ты выйдешь за меня замуж? Да ты дивиз! Наших бьет! Получить удовольствие от такого кино может только особая каста людей. Если вам нравятся русские комедии и вас не смущают обилие пьющих и орущих людей в кадре, то добро пожаловать в кинотеатры. Счастье, здоровье основано на реальных традициях. Что же это такое? Ни минуты по... Короче, вот такой херни нам не надо. Нам надо, чтобы красиво. Ну вот романтика, поцелуи, бабочки. Ясно? Я же говорил, нам было свои видосы показывать. Что же это такое? Три грецких ореха, два кешью, желудь и каштан. Вот и все на сегодня. Увидимся совсем скоро. Надеемся, вы выбрали картину себе по душе и как следует проведете время в ближайшем кинотеатре. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте посещать городской портал UTV.ru. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok